Тейсон Фьюри может понести многомиллионные убытки, если откажется драться с Александром Усиком до конца года. Фьюри после поединка против Фрэнсиса Нгану хотел бы отсрочить бой с украинцем, однако организаторы шоу из Саудовской Аравии не намерены менять свои планы. Об этом информирует таблоид The Sun. По его данным, Фьюри напомнили о том, что он подписал контракт на проведение боя с Усиком 23 декабря нынешнего года. Если британец откажется выполнять свои контрактные обязательства, Саудит угрожает ему иском на 240 миллионов долларов за нарушение соглашения. Сам Александр Усик согласился на перенос боя с Тайсоном Фьюри. После недолгих дискуссий, поединок за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесли на несколько месяцев. Изначально соперники должны были разделить ринг 23 декабря, теперь же бойцы встретства в феврале. Точная дата противостояния неизвестна, а сам бой пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщил инсайдер Майк Оппинджер. Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. И тут только самые свежие новости из мира бокса. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра! Погнали! Промоутер Луди Белла разнес Тайсона Фьюри за бой с Нгану. Фьюри выглядел ошеломляюще плохо. Позорная нехватка формы и подготовки. Вот дерьмо! Вы не могли представить такие судейские записки. Да, бой был близким, но боец-новичок оформил единственный нокдаун. Доносил более тяжелые удары и контролировал темп поединка. Чемпион мира в супертяжелом весе несерьезно отнесся к этому бою. Я позорил бокс. Нгану победил. Судейские записки нихрена не значат. Я не могу поверить в то, что увидел. Я поражен тем, как Фрэнсис боксировал с Тайсоном Фьюри. Черт побери, ему могли поднять руку. Это плохо для бокса, так как продолжается путаница по поводу настоящих боев. Комментатор UFC Джо Роган поделился своим мнением о судейских записках поединка Фрэнсиса Нгану против Тайсона Фьюри. Фрэнсис Нгану отправил Тайсона Фьюри в нокдаун в третьем раунде. Большинство людей, включая меня, посчитало, что он должен был победить судейским решением. В частности, так думает большинство боксеров и экспертов бокса. Нгану проиграл с разницей в один балл на одной из судейских записки. Он выиграл на карточке второго судьи, а третьего следует отправить за решетку. Он поставил 96-93 в пользу Тайсона Фьюри. Это, блин, возмутительно. Рой Джон считает, что Тайсон Фьюри обязан дать реванш Фрэнсису Нгану. Если мы не вернемся и не устроим реванш Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нгану, не проясним картину и не получим по-настоящему явного победителя, то просто еще больше навредим боксу, потому что такие вещи наносят ему вред. Я понимаю, что Фьюри уже подписал контракт на бой с Усиком, но если Александр, Тайсон и все остальные любят бокс так же, как я, то мы должны сначала вернуться к поединку с Нгану. Бой Усика с Фьюри ничего не значит. Мы не считаем, что Тайсон победит Нгану. Так почему он будет драться с Усиком? Порой бокс должен себя очищать. Это одно из тех событий, когда люди есть контроль и власть, позволяющие боксу очищать себя. Именно это нужно сделать. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok